Тема огромная, я просто хочу сказать, ребята, у нас в школах дебильная программа. Это просто, я рассказывал, как натурально сложнейший процесс сшивания, который не мог быть потарван и исключено. Не могли муравьи научиться сшивать. Не могли пауки делать вот такое путем эволюции. Знаете как? Я просто скажу, кину камень в эту долбанную школьную программу и дальше пойдем. Это 2-3 минуты. Я взял вполне официальную цитату. Считается, что пауки и пауки появились на Земле 400 миллионов лет назад. Видите, что они умеют делать? Смотрите. Уже тогда они имели отличительные особенности. Предельный аппарат особо советел. Появились готовые, вашу мать, понимаете? А вы нам сказки про Дарьвина рассказываете. Атеизмы в институте проходили. Мне вот это зло берет. Ну хотя бы вот таких примеров. У меня их я сам уже несколько десятков их назвал. Таких примеров. Это просто ткнул пальцами опять еще один пример. Появились уже готовые пауки. Готовы вот это вот филисад. Вот это, это. Это может этот паук вот так вот. Я и сказал, я уже в отчаянии сказал. Примеры внешнего управления. Не могут здесь 100 миллионов этих самых муравьев работать как единый организм. А раз единый организм, значит, есть где-то мозг. Пусть он даже находится не в муравейнике, а где-то в другом месте. И вот это зло берет, что когда-то большевикам что нужно было. Я сам старый большевик. Есть много хорошего. Но когда-то им надо было отучить людей от церкви, потому что церковь говорила не убить. А надо было оправдать убийство миллионов людей. Бесконечные заложники, расстрелы, голодоморы. И для этого было сказано, нету Бога, нету Бога. Всё это атеизм, это новая наука. И вот это подлейшая вещь. А прицепили бы это. И как это красиво выглядит у Чарджа Дарвина? Появился, размножился. Отличительное качество. Изменились условия. Он тоже взял, изменился. И пошло, поехало. И вот 100 миллионов муравьёв, которые занимаются созидательным трудом, и пауки созидательным трудом. Не может это вот так вот с помощью, когда они появились, готовые. Ну так объясните это детям в школах. Скажите, есть альтернативное. Есть божественное происходящее. Всё, что мы не можем объяснить, это всё от Бога идёт. Конечно, религия выглядит немножко примитивной. Но подстраивалась она 2000, 3000, 4000 лет назад родилась в христианство. Оно не за один день родилось там. Оно и до Христа уже было. Вот. Но надо было людям как-то в рамки их вставить. Почему нельзя в школах преподавать? Нет, не так. Хотели примитивно. Вот давайте сейчас в школах преподавать этот самый. Уже не атеизм, а атеизм так и остался. Биология так, она на этом основана. Помните, Сечина, у человека нет души. Помните? В школьном учебнике. А здесь что? А здесь получается, что? А вот придёт священник и будет читать что? Библию цитировать. А Библия, школьники-то современные? Чтобы их убедить, что душа есть у человека, что Бог есть. Надо вот это показывать. Вот. А не как? Ну, ладно, проехали. Железов. Главное – создать альтернативную теорию возрождения жизни на Земле. Внимание! Школьную программу, пронизанную атеизмом, вот это подлевшая вещь, подлевшие люди, создали те, кто взорвал церкви. И дальше вопрос. Молкобесие непобедимо? И сейчас оно нужно тем, кто убивает, и для них это атеизм – это спасение. Бога нет, что хочу, ты творю. А я хотел эту тему поднять по-серьёзному. Вот я вам показал эту книгу, а эта десяткам лет назад была, и там опять эта подлая вещь, что у человека нет души. Ну, пойдём дальше. Ну, тут ещё одна тема, это как бы узелок на память. Я хотел ещё раскрыть дальше, но не стал, потому что устали вы, ребята. Вместо ядов – прекратить уничтожение деревьев обрезками и снять проклятие с грибов. Вот это должно быть в школьном учебнике. Но эту тему уже, вы понимаете, проходили уже не раз. перед я домом, но feels. Субтитры создавал DimaTorzok